Продолжаем выпуск. Вспышка сибирской язвы в Карагандинской области могла произойти из-за старого скотомогильника, на котором хоронили павших от инфекции животных. Такую версию выдвинули в Министерстве национальной экономики. Склоняются к такому мнению и эпидемиологи Восточного Казахстана. Там тоже лабораторно подтвердили случай заражения этой смертельной инфекцией. Поступы к пастбищу в 35 километрах от села Колбатау отцеплены. Спустя 12 дней после госпитализации двух местных жителей с подозрением на сибирскую язву в районе ввели карантин. Лабораторные анализы подтвердили диагноз. Мы на ОЧГ работали, сотрудничество проводили. Там же активно выявили нас всех контактных, круг контактных. Их оказалось 29 человек. Среди них 5 детей. Все до сегодняшнего дня находятся под контролем. Обработали очаги. Взяли лабораторные правы для анализа и смывы. И правы с места забоя. Продавцы на рынках Усть-Каменогорска признают, что продажа мяса резко снизилась. Однако медики и ветеринары утверждают, опасности эпидемии нет. И случаев Колбатау единичны. Проведена уже повторная вакцинация. Мясо на рынки города не попадет. Пока тот факт, что случаи сибирской язвы в Каргандинском Яркендыка, восточно-казахстанском Колбатау, связаны между собой, эпидемиологи отрицают. Однако в обоих случаях очагами сибирской язвы признаны старые скотомогильники. На этом совпадения не заканчиваются. Ведь госпитализировали жители двух разных регионов тоже практически одновременно. С разницей в три дня. Только в восточно-казахстанской области это были два человека, которых успели спасти. А вот в Карагандинской области из девяти заболевших двое скончались. За эту ошибку местные чиновники поплатились работой. Ветеринары готовят к повторной вакцинации три тысячи голов скота. Премьер-министр Казахстана Карим Масимов дал поручение усилить здесь ветеринарный контроль. Выделить семьям погибших заболевания материальную помощь в размере 400 тысяч тенге. И внятно объяснить населению, где нельзя пасти скот. В интернете надо вывесить эту карту, чтобы люди знали, понимали. Второе. Министерство здравоохранения и соцразвития провести служебную проверку качества оказанных медицинских услуг больным сибирской язвой. Всего в республике около 1800 скотомогильников. То есть потенциально опасных мест, где раньше забивали, разделывали или хоронили павших от сибирской язвы животных. На территории восточно-казахстанской области таких мест около 200. За последние 10 лет в республике было зафиксировано 55 случаев заболевания сибирской язвой. Власти соседнего Кыргызстана уже приняли меры безопасности и усилили ветконтроль на границе с нашей республикой. Антон Сергеенко, Кирилл Ефремов, Информбюро.